32 занятие по редактору Brackets. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. В этом уроке мы с вами установим сниппеты. Кто не знает, что такое сниппеты, это готовые куски кода. Допустим, когда вы очень часто вставляете какие-то большие куски кода, то лучше не набирать их каждый раз заново или хранить где-нибудь в отдельном блокнотике, а именно установить сниппеты и уже из них прямо доставать код в нашем редакторе. Итак, называется расширение Brackets Snippets. Давайте мы его найдем. Так, вот оно появилось. Видим, вот так оно называется. Жмем установить. И смотрите, по умолчанию после установки в пункте правка, в видео это будет не видно, в самом низу появится пункт Trigger Code Snippet и горячая комбинация клавиш Alt-S. Если мы нажмем, либо выберем тот пункт, то появится вот такое вот окно, наподобие как мы жмем Ctrl-E для быстрой правки стилей. Окошечко видим, да? Так вот, то же самое здесь со сниппетами. И смотрите, здесь мы можем уже использовать какие-то стандартные сниппеты. Если мы перейдем в настроечки, мы можем поменять комбинацию горячих клавиш, указать где будут храниться наши сниппеты и загрузить другие сниппеты, которые уже есть. Итак, давайте я нажму выход и здесь, например, попробуем создать новый сниппет. Большой сниппет делать не будем, разберем все на примере чего. Давайте маленькой ссылке назовем его A-Link и здесь вводим A. Так, шреф равняется решетка, давайте поставим. Title равняется... Так, MyLink напишем и закроем. И здесь, смотрите, мы можем вставлять переменную вот такого плана. Так, курсор. Так, и закрываем. Все именно в двух фигурных кавычках. Знак слэш и пишем... Ой, знак, восклицательный знак и пишем курсор. Так, дальше мы закрываем наш сниппет и жмем ОК. Так вот, что эта штуковина дает курсор? То есть, когда мы активируем этот сниппет, у нас появится код и курсор установится именно вот в этом месте, внутри тега A. Итак, давайте мы выберем, нажмем на клавишу Enter и либо два раза щелкнем по сниппету и вот он появился. И видим курсор у нас внутри нашей ссылочки. Конечно, использовать его для ссылок это не очень умно, но вы можете, как я уже говорил, давайте я заново выберу, использовать какие-то большие куски кода. Например, здесь есть заготовка HTML5 Doctype. Видим, здесь Doctype, HTML прописывается. И сюда вы можете написать и содержимое Head, которое у вас по умолчанию постоянно идет, там с подключенной кодировкой, FLM стилей и скриптами. И сам Tag Body там с какой-то структурой. То есть, как это поменять, опять-таки, выбираете нужный сниппет, нажимаете Edit Snippet и здесь на здоровье меняете его содержимое, как хотите. В принципе, на этом все. Расширение несложное и будет крайне полезное для вас. Поэтому используйте на здоровье. Не забываем ставить лайки еще раз и подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего!